МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире специального телеканала СИБИСИ. С вами Теймур Атаев. Мы сегодня подводим определенные итоги этой недели. Вы и с нами на связи Фикерат Садыхов, профессор Западно-Каспийского университета, политолог. Фикерат, мы рады видеть вас. Здравствуйте, Мэр Мэр Мэр. Спасибо за это. Спасибо, спасибо вам, что нашли время. Вы сегодня с нами. Хотим подвести определенные итоги. Естественно, в преломлении к Южному Кавказу и вокруг, что мы сейчас наблюдаем. Мы наблюдаем очень большая активизация определенных сил, известных сил, и вот это нагнетает искусственно ситуацию здесь. На ваш взгляд, почему опять со стороны Армении предпринимаются усилия по дестабилизации ситуации, обстрелы, различные ситуации в плане Конституции и так далее? Армения сегодня действует в двух направлениях. В военном. То есть, обстрелы, провокации в отношении Накчевани, Кельбачара. И на как бы дипломатическом треке. Она пытается наладить взаимоотношения уже не только с Европой, но, как мы видим, и со странами Юго-Восточной Азии. Я имею в виду Южную Корею, Японию, заручиться поддержкой, приобрести вооружение, ну и использовать, естественно, против кого? Против Азербайджана. А кто ее является врагом? Если в Конституции Армении сказано о том, что Карабах является составной частью Армении, значит, выходит, что Азербайджан объектом ее вот таких вот стратегических вожделений. Мы знаем о том, что они даже переименовали территории азербайджанские в армянские. Вот этот Кельбачар, который они обстреливают, они назвали Карвачаром. Накчеван они считают своим чуть ли не доисторической своей территорией. Тоже поменяли название. Ну, понятно, что вот в таком формате сложно делать усилия по созданию мирного сосуществования и стабильного региона здесь, на территории Южного Кавказа, а тем более подписывать соглашение, мирное соглашение с Арменией. Мы видим постоянные упреки, недовольство со стороны Армении. Хотя, ну, мы пошли на более чем необходимый компромисс в отношении страны, которая проиграла. И которой мы предлагаем мир, представив массу пунктов, массу компромиссных элементов, которые должны лечь в основу нашего мирного соглашения. Что делает Армения? Она вооружается, она закупает оружие. Она пытается сделать этот регион еще более конфликтным, токсичным. И, по сути, она вынуждает Азербайджан тоже вооружаться. Но мы уже будем вооружаться не тем оружием, которое у них, потому что у нас более серьезные основания для этого. Мы были фактически территорией, часть территории у нас была оккупирована именно этим государством. И мы не только адекватно отвечаем и будем отвечать, но будем обладать всеми видами высокоточного оружия, которое будет на вооружении Азербайджана. Ну, ведь, Фикрет Мали, с учетом вашего жизненного опыта, понимания политологии, аналитических выкладок в ваших трудах, все это очень четко по полочкам всегда анализируется. В данном случае ведь вполне очевидно, что Ереван прекрасно понимает то, что происходит, то, что они делают, то, что они будут делать. И знаем это мы, знают это те государства, которые, ну, фарватеры которых на сегодня они идут. Просто в Армении есть такое, да, в истории, они все время должны идти в фарватеры того или иного государства. А вот если есть это понимание, а понимание то, что есть, ну, во всяком случае, в определенных кругах, это однозначно. Если есть это понимание, то тогда какой смысл опять вот проводить эту политику в ущерб самой Армении, армянскому обществу? Или настолько там сильны завязки у официального Еревана с внешними кругами, что они не могут руководить страной без диктовки? Тимур Мали, обратите внимание вообще на внутриполитическую ситуацию в самой Армении. Ведь против него выступают различные силы. И Карабахский клан, и оппозиционные партии. Некоторые из них представлены в парламенте, другие поддерживают там этого священника. В принципе, у него ситуация непростая. Во внешнем факторе, если брать вот этот сегмент, он взял курс на отдаление от России. Он как бы обижен на Россию, что она ему не помогла. Хотя она не должна была этого делать. На территории Армении никто не посягался. И, кстати, когда они говорят о помощи, они какую помощь имеют в виду? То есть, вот продолжают закрывать глаза на оккупацию и так далее. То есть, когда они говорят... Продолжают закрывать глаза на оккупацию, вооружить Армению, туда, значит, перебросить войска для того, чтобы они воевали с Азербайджаном, защищая Армению на полях территории азербайджанского государства. Понимаете, какой нонсенс, какой абсурд. То есть, вот вы задали вопрос по поводу понимания. Я думаю, действительно, все все хорошо понимают. И не в последнюю очередь премьер Пашинян. Но здесь есть роль Запада. Я думаю, что Запад твердо намерен использовать Армению для вытеснения из региона Россию. Это главный постулат западной внешней политики сегодня. Я, когда говорю «Запад», я имею в виду и Соединенные Штаты, и Францию, и Германию. Они нацелены именно на это. Но они используют Армению и для дестабилизации ситуации в самом регионе, потому что вот в этой ситуации им легче реализовывать свои стратегические интересы, внедряться в этот регион. Они уже это делают. Франция это делает, Соединенные Штаты. У Соединенных Штатов уже есть представитель Пентагона, Минобороны Армении. И они проводят совместные военные учения. Там есть военные инструкторы. Это же не секрет, это все известно. Армения пытается поменять свой внешнеполитический курс с тем, чтобы, с одной стороны, понравиться и получить поддержку внутри самой Армении, внутриполитически использовать этот ресурс. И в то же время она хочет получить какие-то дивиденды от Европы, от Запада. Она повернулась лицом сегодня к Европейскому Союзу, к НАТО. Она не участвует в заседаниях ОДКБ и так далее. Но резких движений при этом она не делает. Она пока закупает оружие. Она пока идет на более тесные контакты с европейскими государствами. Получает дополнительную материальную помощь. И все это, конечно, работает прежде всего против Армении. Армения, если говорит о том, что она должна подписать соглашение с Азербайджаном, и там чуть ли не 70-80% пунктов согласованы, значит, она должна решительно и более смело действовать и идти на решение тех главных ключевых пунктов, которые еще не реализованы и которые не принимает Азербайджан. А там эти как раз 20-30% это и есть очень важные элементы, с которыми мы никогда не согласимся. Но вы прекрасно понимаете, что речь идет о Конституции Армении, где четко, ясно, прямо сказано о территориальных претензиях к Азербайджану. Как мы можем в этих условиях подписывать двустороннее соглашение, о котором так громко и громогласно говорит Пашинян, да еще и его поддерживают лидеры политики в Европарламенте, вот этих западных государств. Вот в этом вся суть его политических приоритетов, его шагов. И он, я думаю, что, конечно же, он балансирует, он лавирует, он пытается усидеть на двух стульях, он как бы делает все необходимое, чтобы вот сидя в этом кресле и в конечном итоге, поворачиваясь лицом к европейским странам, получить как можно больше дивидендов и пользоваться защитой на внешнеполитическом фронте со стороны этих государств. Но, опять-таки, если вспоминать историю, ведь эту же политику вели армянские власти и больше, свыше ста лет назад, и результат был плачевный для той же Армении. И ведь о чем еще хотелось бы сказать? Ведь, посмотрите, да, если брать Азербайджан, многовекторность, то есть мы здесь видим Евросоюз, Китай, стратегическое партнерство, причем в рамках ШОС было подписано, то есть еще одно направление, центрально-азиатский вектор, организация тюркских государств, движение неприсоединения. Пока можно даже остановиться. Но самое главное, что есть все время какое-то поступательное движение официального Бакурия. То есть в рамках движения неприсоединения, но вот навскидку важнейший момент был по борьбе с вакцином национализма. Элементарно, если брать КОП-29, президент Азербайджана Аль-Хам Алиев уже неоднократно говорил о том, что будет предпринято во всяком случае меры, конкретные шаги, да, уже ведется по взаимопониманию между глобальным севером и глобальным югом. То есть если брать организацию тюркских государств, или связку между Центральной Азией и Азербайджаном, то здесь мы видим фактически единый ареал, здесь уже духовные корни, национально-культурные традиции. То есть абсолютно различные идут направления, если Евросоюз это практически помощь европейскому континенту, особенно вот сейчас в преддверии зимнего сезона. То есть какое-то созидание. Когда вот вы вначале подметили, отметили, что связка там с Европой, с одними западной, имеется в виду западный вектор, да, тут и Европа, и Соединенные Штаты, сейчас уже там пошло, ну, до этого Индия, сейчас еще Южная Корея и так далее. Но тут нет созидания, фикерат Майлим, да, вот если реально брать. Здесь идет все вокруг вооружения. То есть получается, даже если ты не желаешь это видеть, но все равно сама политика Армении показывает, что все идет для того, чтобы проявить идеи реваншизма, пока идеологически как бы воплотить их в практическую плоскость, имеется в виду. Ты понимаешь, идея Великой Армении, идея завоевания дополнительных территорий, она не снята с повестки дня у армянских политических сил. Мы же это хорошо знаем. В ряде политических партий, программах, в частности Даршнах Цуцюн, четко записано о том, что там существуют претензии к Азербайджану, к Турции. Это фактически, ну, стало почти официальной идеологией официального Еревана. Поэтому вот он не может отступить от этого курса. Каким бы ставленником он ни был, российским, западным, французским, я не знаю, корейским, он вынужден придерживаться этого курса. Я бы даже сказал больше. Он зачастую даже не вынужден, он разделяет эту точку зрения, он разделяет эту позицию, потому что он считает, что да, действительно, правда, он говорит о том, что там конечный формат это такое-то количество там квадратных километров в Армении, но подспудно он делает все, чтобы понравиться тем политическим силам, которые имеют территориальные претензии к Азербайджану. А почему тогда он не выводит за рамки в преамбуле тот же пункт о территориальных претензиях к Азербайджану? Начинаются какие-то пустые, абсолютно необоснованные ссылки на историю. Он когда-то заявил, Пашинян, что в Конституции Азербайджана тоже есть претензии к Армении. Но более примитивного такого заявления от него я не слышал до сих пор. То есть он имеет в виду Конституцию 1918 года, 1918 года, и якобы, если мы преемники, правоприемники АДР, АДР, значит, тех, кто в свое время составлял Конституцию, вот АДР, они претендовали на Араратскую, так называемую, область, на Тавушскую область. Ну, это же полная чушь. Это смешно даже. Это произносит политик, который возглавляет правительство страны, которую он считает полностью самостоятельной, самостоятельной, самостоятельной страной, не подчиняющейся и не подверженной влиянию каких-либо других государств, других политических сил. Как же так? У нас разве сейчас есть в Конституции название этих областей? Мы вообще претендуем на территориальную целостность Армении? Это говорит премьер страны, который в течение 30 лет оккупировал часть территории Азербайджана. Это полный нонсенс. И мы абсолютно, значит, цивильно в рамках норм международного права сформировали так Конституцию, что мы не имеем там никаких пунктов по поводу территориальных претензий к соседним государствам, и в первую очередь к Армении. А у Армении это есть. У Армении есть такой пункт. И это очень серьезная претензия к Азербайджану. Конституция – это основной закон государства. Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации, в данной сложившейся обстановке после 44-дневной войны, в формате постоянных территориальных претензий к соседним государствам, при том, что Армения все время говорит о расширении жизненного пространства, ссылается на доисторический период, на период до нашей эры, говорит о существовании Великой Армении. Понимаете? Там уже недалеко до первобытного общинного строя вообще фикерат Майли. Каменный век, я не знаю, бронзовый век. А как нам реагировать на все это? Что нам? Закрыть глаза и поднять ручки и подписывать соглашение в этой ситуации с Пашиняном? Это же неприемлемо для Азербайджана. И вот это Пашинян хорошо понимает. Но он продолжает вот эту игру. Там в 27-м году они поменяют якобы конституцию, потом проведут референдум до этого. Ну что ж, если его устраивает такая нестабильная ситуация в регионе, то голова будет болеть прежде всего у него, а не у нас. Ну это так и есть на самом деле. И вот вы как раз-таки фактически эту мысль и озвучиваете, что действительно там истеблишмент прекрасно понимает и не может не понимать. Потому что, как мы видим, риторика-то у них меняется иногда. Другое дело, что риторика меняется, а действия остаются те же. Но сейчас хотелось бы еще чуть-чуть внешний фактор затронуть, потому что он напрямую влияет, вот как вы говорите, на подпитку вот этих реваншистских настроений в Ереване. Очень интересные такие моменты иногда происходят в взаимоотношениях Запада, скажем, и Южного Кавказа, вернее, отдельных лидеров. Например, вот один момент, скажем, активизировался Эммануэль Макрон. Все время его фамилия, все время антиазербайджанские высказывания и так далее. Не то, что они пропадают, они все время есть, но просто бывает сильная активизация. Потом вдруг его сменяет образ, фигура господина Борреля, который там своими там провокационными заявлениями инициирует какие-то документы, иногда они подписываются, иногда нет, там провоцируется принятие определенных резолюций и так далее. Там посредством Европарламента или каких-то заявлений отдельных лиц. Следом выступает некий господин Швадбер. То есть получается, что такое впечатление, что вот эти люди, вернее, те, которые управляют ими, они как бы пытаются играть. Хороший, плохой полицейский, там один начинает, другой отходит в сторону. Но в любом случае, вот эта попытка все время оказывать давление, она не сходит с повестки дня. То есть где здесь интересы, вот вы видите, Запада, естественно, через призму, управляемой Арменией, с точки зрения, то есть им нужен хаос, и на основе этого суметь не допустить того, чтобы ситуация, связанная с миром и стабильностью, реально была в регионе. И можно ли вам одна поправка? Значит, там нет хороших полицейских. Все на одно лицо, да? Они все на одно лицо в разных структурах. Один в Европарламенте, в Евросоюзе, другой во Франции, там даже из Соединенных Штатов слышны вот такие антиазербайджанские голоса, особенно в Конгрессе Американском. Ну, не секрет, что действуют они, конечно, скоординированно, однозначно. Это их, видимо, взятая на вооружение политическая креда, политическая линия. Они нацелены на ослабление Азербайджана. Тут несколько векторов. Один из них – это устранение, отстранение России из региона, вытеснение России из региона и, в первую очередь, территории Армении. Ну, Пашинян делает осторожные шаги в этом направлении. Ну, допустим, он добился выхода пограничников из аэропорта Звардновс. Правда, это не столь великая победа, потому что по сей день российские пограничники охраняют территорию Армении по всему периметру, вдоль границы с Турцией, с Арменией. То есть, это главный показатель. Другой показатель – это военная база, Гюмри – военная российская база. Там есть еще небольшая база в Эрегуне. То есть, военный фактор России, он достаточно силен. Он раздражает Запад, несомненно. Поэтому вот эти все шаги, это в первую очередь, они нацелены на вытеснение отсюда России, воспользовавшись российско-украинской войной, воспользовавшись в определенном смысле ослаблением этого государства. И, конечно же, есть и другие задачи. В чем они заключаются? Мы об этом уже говорили, может быть, я повторюсь, идет усиление турецкого фактора в регионе. Азербайджан, Турция – это серьезный альянс, который создан здесь в регионе. Этого опасается Европа. Она очень болезненно к этому относится и делает все необходимое, чтобы расколоть этот альянс. Оторвать Турцию от Азербайджана, Азербайджан от Турции, да, в формате критики, там, недовольства нашими внутриполитическими шагами. Что на повестку, значит, мы сегодня видим? Они, по сути, делают все необходимое, чтобы ослабить и Азербайджан, и Турцию. Они обеспокоены. Отсюда и поставки вооружения со стороны Франции, многомиллионные инвестиции в Армению, военно-техническое сотрудничество, которое усиливается с каждым днем. Это все нацелено именно против Азербайджана и Турции. Третий фактор, вы мне о нем сказали, это создать определенный какой-то небольшой такой хаос в регионе и, воспользовавшись этим, укрепить свои стратегические интересы. А они у них есть. Они у них есть в достаточной степени. Это, в первую очередь, присутствие на территории Армении, на территории Грузии, ну и, если получится, на территории Азербайджана. Но не получается на территории Азербайджана, потому что у Азербайджана есть четко выверенная, принципиальная политическая линия. Мы придерживаемся именно этой линии и не даем им возможности диктовать нам, читать уроки, какие-то морали о демократии, еще о чем-то, о правах человека. Мы делаем все необходимое, чтобы защитить себя. А защищаем мы себя достаточно профессионально. У нас есть союзники, у нас есть партнеры. И мы расширяем круг сотрудничества с другими государствами на других континентах. И это все вызывает еще большее раздражение. По всем направлениям, конечно. Вот обратите внимание, появился вот такой тезис, что Азербайджан провел этническую чистку армян и изгнал их с территории Карабаха. Вы думаете, что они не понимают, что они лгут, что они несут околесицу? Они прекрасно это понимают, потому что все это снималось, есть спутниковая связь, есть все эти видеонаблюдения. Они прекрасно все понимают. Но надо сделать так, чтобы унизить Азербайджан, чтобы сделать Азербайджан объектом вот такой мощной критики. Находятся какие-то места, идут идеологические какие-то наскоки, выступают такие, как швабы и другие подобные швабы. Произносятся какие-то высокопарные речи, которые абсолютно не соответствуют действительности. И вот в этой ситуации, конечно, нам надо быть предельно осторожными. Нам надо и укреплять военный потенциал, и налаживать контакты с нашими партнерами, с союзниками, расширять этот ареал сотрудничества с другими государствами. Поэтому, я думаю, мы на правильном пути и действуем в рамках наших своих стратегических интересов. Ну, во всяком случае, вы вот разложили все по полочкам, как всегда. И это, надеемся, что очень интересно нашим зрителям. Здесь как раз такой момент. Вот эти вот попытки дестабилизировать ситуацию, попытки оказать давление, шантажировать вот эти ссылки постоянно на права человека, демократии и так далее. Хотя, если взглянуть даже так с фичевого полета, что происходит сегодня в западных странах, мы видим, что в корне иная ситуация идет. То есть, им самим нужно учить самих себя, как защищать права человека. То есть, мы это видели в период пандемии, мы это видим и сейчас, мы это видим во Франции с пенсионной реформой, мы это видим с движениями фермеров, например, в той же Германии, Бельгии и других государствах. Да и повсеместно вообще. Другое дело, что вот эти попытки, они не приносят же успех. Ведь, Фекерат Малим, если даже вспомнить, Азербайджан в период тридцатилетней оккупации, все равно шел вперед, все равно шло развитие экономики, шло развитие политической самостоятельности, и это привело к тому, что в идеологическом, на дипломатическом поле Азербайджан шел вперед. Все было подготовлено для того, чтобы Вторая Карабахская война завершилась победой. То есть фактически все сферы жизни работали на победу. И вот здесь опять получается такой вопрос, что у нас, к сожалению, уже просто передача подходит к концу. Я думаю, мы с вами продолжим в следующих передачах. Просто мысль хотел еще вот просто озвучить, что если в тот период Азербайджан шел вперед, сейчас Азербайджан показывает, насколько это созидательное государство. То есть фактически даже при наличии минной проблемы, все равно Азербайджан, причем исключительно за счет своего бюджета, двигается вперед, и осваиваются новые территории. И еще плюс, опять-таки, мы видим, насколько Азербайджан многовекторный с точки зрения внешней политики. Все с точки зрения внешней политики. Ну, хотелось вас поблагодарить, Фикрят Малим, за очень подробный такой рассказ, за беседу. Спасибо. Потому что фактически вам спасибо, потому что фактически раскрываете важнейшие моменты, которые необходимы для армянских зрителей, которые очень внимательно слушают всегда наши передачи. слушают, анализируют, комментируют. Правда, пусть односторонний, но факт, что, возможно, в каких-то конкретных там слоях все же происходит определенное осознание. Напоминаем, что с нами сегодня был Фикрят Садыхов, политолог, профессор Западно-Каспийского университета. И рассмотрели отдельные нюансы происходящего на Южном Кавказе и вокруг. Оставайтесь, Сибиси, следите за нашими программами, будете в курсе всех, важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова